друзья всех приветствую сегодня у нас в гостях новый гость александр литвиненко приветствуйте александр большое спасибо что смог найти время подключиться к нашему трейдерскому тире аналитическому сообществу обсудить треничную ситуацию нас каждой неделе все больше и больше и все мы опять же этим контентом интересуются потому что хотим знать что же будет дальше с рынками с активами как на всем этом заработать в общем такие постоянные вечные вопросы приветствую тебя артем приветствую дорогие друзья конечно очень интересно взглянуть на различные инструменты поскольку появился некоторый элемент коррекции на большинстве из рынков и мы сейчас постараемся с артемом уделить этому внимание для того чтобы вам разъяснить ту или иную ситуацию которая возникла на рынке как с этим бороться как на этом заработать это это точно спасибо александр еще раз хочется отметить что если говорить про такой глобальный новостной фон друзья я традиционно отвечать за фундамент александра нам подскажет с точки зрения техники интерес к возможности которые видят сейчас новостной фон он конечно же идет все таки вот рядом он влияет на тенденции влияет на настроение трейдеров и сейчас самая громкая тема это потенциальный дефолт китайского застройщика evergrande я думаю александр ты слышал эту тему тоже на небольшие как бы при люди вступительное слово с моей стороны это не просто крупный китайский застройщик это один из крупнейших застройщиков в мире и дефолт обусловлен тем что у компании колоссальный пример на 300 миллиардов долларов я даже сегодня не поленился попробовал найти компанию который примерно такие же долговые обязательства не смог сделать ну видимо вот такой вот прецедент 300 миллиардов это сказать что это много практически ничего не сказать это колоссальная сумма можно сказать что это 2 процента китая и мне очень нравится идея того что сейчас вот evergrande сравнивают с одной компанией которая прогремела в 2008 году из которой начался глобальный финансово-экономический кризис это лимон брат и если то же самое будет в плане банкротства дефолта с evergrande это запустить принцип домино конечно же больнее всего будет китая но китай у нас регион который влияет на глобальное настроение по цепной реакции вот этот негатив тотальная распродажа сброс риска может прокатиться по всему мировому рынку я конечно же с одной стороны понимаю что эти 300 сейчас в моменте присутствует и может быть опять же на своем брифинге сегодня рассказывал что те кто циклически смотрит на глобальную экономику мировую считают что финансового кризиса уже давно не было последний раз в восьмом году и с тех пор вот только ковидный кризис кризис общественного завоохранения и пришло время вот новому финансовому кризису чему бы катализатором до этого кризиса не обозначить компании верга в общем время покажет я все-таки считаю что власти китая прекрасно понимают последствия не допустят чтобы ситуация ушла как бы затяжной пике и стала причиной начала вот этих кризисных явлений реставризация долго это вполне реально еще на помощь на которую могут пойти власти китая опять же рассчитываю на то что они это сделают но покажет этот риск сохраняется впереди несколько дней когда компания выплачивает долговые обязательства и честь теоретически в любой момент на рынок может прийти новость о том что дефолт объект и я с этим давай демонстрируется я в связи с этим хочу предложить несколько идей этапа австралийцев который сейчас котируется отметки 0 72 71 опять же почему потому что австралия до за австралии стоит австралийский доллар такой же рисковый актив как и прочие рисковые инструменты рынка форте на австралии еще один основных стратегических партнеров китае мне кажется что а в случае чего случае негативного развития событий австралии придется может быть среди развитых рынков больнее всего сейчас на спекуляции предлагаю именно того будет ли дефолт или нет поработать именно в расчете на то что пара может дать импульс вверх еще там в район 0 73 и оттуда уже поставить на коллекцию речь идет об отложке цель лимит 0 73 с целями снижение 0 71 и 100 плосов на отметке 0 73 60 еще также хочу обратить внимание что тема с австралийцем интересна тем что австралия в одностороннем порядке буквально в понедельник то есть накануне сообщила о разрыве торговой сделки на поставку подводных лодок с францией это серьезный инцидент прецедент фактически потому что речь идет о контракте на несколько десятков миллиардов долларов и франция уже начала работу надо этими поставками сейчас вынуждена будет нести серьезные издержки и потери я сегодня смотрел блумберг вот там рассказывали о том что франция просто так не оставит это на самотек опять же без каких-либо санкций последствий может чтобы немножко возьмем кавычки словом наказать австралию сообщить его разрыве свободных торговых отношений именно с этим регионом конечно же по австралийскому бизнесу это ударит очень и очень сильно поэтому ну а то что я обозначил в общем глобальные риски со всех сторон из европы со стороны китая да и в целом еще по австралии я исходя из их не экономической ситуации не очень-то верю в рост короче здесь вниз сделка как бы другая категория финансовых активов золото здесь уже соответственно из-за тех рисков которые обозначил прежде всего с риск с компанией вергран здесь золото может напротив показать довольно неплохо даже несмотря на то что с конца прошлой неделе целом золото в основном активно периодически так распродает сделка будет на пробой локальной локальный уровень сопротивления 1770 с целями в районе 1850 и стоп-лосом на отметке 1750 короче золото почему мне кажется будет пользоваться спросом потому что защитный актив во-вторых все еще ждут заседания фрс итоги будет внизу я рассчитываю на то что американскую валюту все таки продадут потому что считаю что фрс не будет менять политик не будет анонсировать такие либо коррективы в программе количественного смягчения и еще один инструмент bitcoin bitcoin принципе все прекрасно видели что рынок криптовалют вообще накрыла такая черная полоса у краска распродают все ну сначала конечно же продажи начались в рамках родоначальника этой индустрии крипто биткоины и потом уже пошли вниз все альткоин думаю что снижение еще не завершилось потенциал еще остается поэтому предлагаю по биткоину смотреть уже на тест ближайшего уровня поддержки это 37 500 причем это сценарий снижение может реализоваться чуть ли не ближайшие несколько дней александр слова тебе передаю отмечаю тогда демонстрацию можешь перехватывать благодарю артем я как раз добавлю добавлю скорее всего по биткоину почему потому что как раз ты остановился на этом активе и я бы немножко дополнил сейчас я включу демонстрацию давайте проверим работает ли она чтобы всем было видно да все видно а вот в моем случае я бы выделил сейчас почему произошел ночь выкуп мы посадили вот в район 40 тысяч как вы видите вот этот хвост который образовался у нас на дневном графике и соответственно закрытие этой свечи на данный момент пока не закрытие нельзя говорить там круглосуточная торговая сессия когда она закроется это еще не скоро у нас возможно произойдет выше уровня 42 тысяч этот уровень у нас пришел с истории он отрабатывался до раньше под ним инструмент находился выше него мы заходили после чего начиналось движение на 52 с половиной там 52 800 вот и после этого мы ушли вчера очень сильная была коррекция которая потянула за собой другие инструменты как мы знаем если биткоин корректируется порядка там 3-6 процентов многие инструменты падают до 20 до 30 процентов в моменте а вот это дает нам хорошую инвестиционную идею в плане на отскок и многие из ребят которые там работают с нами они соответственно покупают сейчас очень важно очень важно дождаться как закроется сегодняшняя торговая сессия почему если инструмент в данном случае мы говорим про биткоин не сможет держаться выше 42 тысяч это откроет конечно же путь говорил про 37 500 это вот эта зона я ее вижу но мне кажется все таки то что мы будем еще находиться под скользящей средней это даст нам в очередной раз импульс и возможно долгосрочный поход в район 32 там может быть 30 тысяч возможно в моменте почему 30 тысяч это очень важная поддержка для инструмента потому что именно вот этой точке большинство крупных фондов покупали биткоин и заполняли свой портфель непосредственно этим активом да у некоторых из них средняя цена достаточно интересная она составляет в районе 22 тире 23 тысяч вот но есть те которые покупали на отметке 30 тире 32 тысяч поэтому будет очень больно если инструмент будет пробивать 30 тысяч в будущем и соответственно они будут нести убытки поэтому не интересно чтобы инструмент пробивал 30 возможно его будут сдерживать раньше и вот сейчас такой вот ключевой момент который нам показал первую очередь то что у нас был хай там в районе 65 тысяч округлим немножко мы сходили первый раз на 52 888 не смогли пробить этот тур и соответственно мы позволили себе провести линию нисходящего тренда вот и в принципе логическим сценарием должно было быть перехай и поход дальше на вот исторический хай который был сформирован в апреле месяце этого не произошло и вот как вы видите на текущий момент я уже себе поставил новую линию тренда которая образовывает новую тенденцию локальную я скажу потому что глобально у нас конечно же идет с апреля месяца локально мы пока смотрим вниз первый момент на который стоит обратить внимание это то что у нас сформировалась первое сопротивление которое необходимо пробить второй момент это второе историческое сопротивление которое образовалось апреля месяца и вот так же необходимо пробить и вот вопрос в том, смогут ли игроки это сделать, как быстро им удастся это сделать, это второй вопрос. И третий, а будут ли они это делать? Почему? Если они просто элементарно задолбуются это делать, то, соответственно, мы увидим с вами легкое пробитие уровня 42 тысяч, где посыпятся стопы, где пойдут ликвидации на фьючерсах, и, соответственно, мы увидим опять резкий импульс вниз, порядка 5-7% в моменте, что позволит, опять же, другим альтам сходить вниз еще больше. Поэтому на сегодняшний день нельзя четко определить тенденцию, нужно дождаться закрытия сегодняшней свечи, и тогда можно предположить, потому что трейдинг это всего лишь предположение, это не стопроцентная уверенность, мы строим различные сценарии, которые позволяют нам выстраивать в будущем свою стратегию, соответственно, я подожду, как закроется сегодняшняя торговая сессия, после чего буду смотреть, стоит ли его отсюда покупать, подгребать и смотреть другие альткоины, которые могут сходить немного интереснее, чем сам биткоин, и после этого уже будут четко понимать, в каком направлении будут двигаться игроки. Потому что, да, тут, как мы видим, сходили вниз, но как таковых ликвидаций там сильных, наверное, не было, потому что хвост достаточно короткий, и мы очень быстро выкупили инструмент, соответственно, здесь произошло проявление силы, которое покажет нам в будущем направлении. Если мы говорим о других инструментах, ну, на что я в первую очередь смотрю, это ALGO, это SOLANA, и это Луна, которые должны первыми выкупаться, вот уровень у нас, горизонтальный уровень, там, в районе 26 долларов по Луне, если мы говорим по SOLANA, то у нас здесь 130, там, плюс-минус 2 доллара, уровень также выкупается, и ALGO у нас сходил вниз, пробил зеркалку 1,75-1,80, сходил чуть-чуть ниже, ну, вот с этой точки будет образовываться новый уровень поддержки. Если мы говорим про инструменты российского рынка, здесь бы я выделил, конечно же, Газпром, который еще не сломил свою тенденцию восходящую после завершения строительства Северного потока-2, и, как мы видим, вчера у нас была попытка пробить уровень поддержки, последний уровень поддержки в районе, там, 33-130-33 ровно, и не уменьшалась, но успехом свеча закрылась выше. Сегодня у нас происходит отскок, что дает нам в очередной раз надежду на то, что восходящая тенденция Богоспрома на какое-то время еще сохранится, и это был всего лишь элемент коррекции, а не разворота самого инструмента. Если мы говорим про покупки этого инструмента, я бы сделал следующим образом. У нас есть уровень в районе 33-0.30, который является хорошим для покупки, но, к сожалению, пока инструмент сегодня, наверное, в ряд отсюда вернется. У нас есть следующий уровень, который можно обозначить в районе 34-х тысяч. Давайте я вам сейчас его отмечу. Вот таким вот образом. Он у нас пришел с историей, мы его пробивали, тестировали, его пробивали 20-го числа как раз вчера. Возможно, плюс-минус там некоторое 10-15 пунктов будет погрешность, но я думаю, выше 34-х у нас будет, это по фьючерсу на Газпром, опять же, в очередной раз я уточню, может образоваться какая-то новая восходящая тенденция. Как долго она будет проходить, я не могу вам дать гарантию. Возможно, это будет тестирование хая, который у нас был раньше. Возможно, у нас вообще не будет тестирования хая, хая будет как бы отсутствие перехая, у нас будет образовываться новая нисходящая тенденция, но это мы увидим с вами только спустя какое-то время. Возможно, на текущей неделе, возможно, на будущей неделе, но на контртрендовую сделку после трехдневной коррекции можно смотреть выше 34, хотя лучшей точке была, конечно же, 33-33 на 30. Это если говорить по Газпрому. И Артем затронул золото, который он видит как защитный актив. Я выражу свое мнение. Артем сказал очень хорошую мысль по поводу того, что это защитный актив, и, как всегда, люди будут переходить к нему для того, чтобы диверсифицировать свои риски, для того, чтобы уберечь свой капитал от потерь. Золото мне в последнее время вообще не нравится, на самом-то деле. Так как оно входит в текущем году, оно никогда так не делало. И, на самом-то деле, это очень и очень вялое, возможно, связано это с тем, что деньги из золота переходят непосредственно в криптовалютный рынок. И люди берут на себя повышенные риски для того, чтобы попытаться заработать очень быстро и очень много. Поэтому золото, как мы видим, так себя чувствует нестабильно. Рынок падает, оно стоит на месте. Рынок растет, оно стоит на месте. Но, опять же, все будет зависеть, конечно же, от мер стимулирования экономики. Я думаю, что в этом году это не прекратится. И, возможно, ставку мы повышать, наверное, уже не будем. Она не будет изменяться до конца года. Что будет в следующем году, трудно предположить. Вот такая вот идея. По золоту, если говорить про твою идею сделки, хорошая, да, нисходящая сделка вниз может быть. Единственное, как я вижу, там запаса здесь будет достаточно для того, чтобы заработать с коротким стопом. Единственное, золото достаточно коварное. Я дам единственную рекомендацию, исходя из своего опыта, золото всегда лучше торговать по тренду. Если оно находится в нисходящей тенденции, его нужно торговать вниз. Если оно идет по тренду наверх, не нужно его пытаться шортить на откаты и на отскоки различного плана. Поэтому это самая главная рекомендация. Сейчас золото находится глобально в боковике, то есть можно играть от границ канала, возможно, даже широкого, узкого, как кому удобно, как какая стратегия. Но это, наверное, вот такая вот рекомендация, не совсем четкая. По Газпрому был лонг выше 34, а по биткоинам нужно дождаться закрытие зоны 42. Как закроется сейчас? Александр, спасибо тебе за твой развернутый анализ, за рекомендации, за сделки. Я думаю, что точно что-то те, кто следит за нашим контентом, для себя подчеркнет, что-то использует непосредственно торговлю. Друзья, обязательно пишите комментарии, оставляйте обратную связь, нам она очень важна. Фидбэк всегда полезен, может быть, какие-то инструменты нужны, чтобы мы дополнительно разобрали открытое, в общем, предложение. Еще раз, у нас сегодня в гостях был Александр Литвиненко. Я думаю, что наша встреча в повторник будет регулярной, и, соответственно, дальше продолжим и с Александром также анализировать для вас рынки, и искать возможности, которые также можно использовать. Александр, спасибо тебе. Спасибо, Артем, за внимание. Спасибо всем вам. Желаю хорошего настроения, хорошего дня и прибыльных сделок. Смотримся в следующий вторник. Пока. Счастливо.